добрый день меня зовут елисеев дмитрий ты на канале не ремесленник сегодня поработаем по коже и будем работать вот на таким вот кошельком это мужской кошелек небольшого размера раз два три 4 5 5 отделов под карты отдел под мелочь и отдел под купюры будем собирать сегодня вот такой кошелек собранном виде сложным он выглядит следующим образом здесь и здесь добавим небольшие декоративные элементы давай начнем и так работать будем мы на коже растительного дубления толщина кожи меня 1 и 1 миллиметр от 1 до 1 1 миллиметра есть небольшие пороки прежде чем начать обязательно подготовил выкройку выкройка выглядеть следующим образом такие вот элементы вырезал дал небольшие припуски по 5 миллиметров на каждую сторону обязательно чтобы наша заготовка надежно держалась на коже после того как мы ее зафиксируем при помощи малярного скотча вот скотч малярный ну в общем сейчас что делаю сейчас размещаю выкройки на коже и приклеиваю на малярный скотч давай начнем и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok После того, как все детали у нас покрашены, осталось следующий этап на сборке. Сборку начнем с декоративных элементов, вот этих вот, вот этих, вот этих, начнем пришивать. Шить будем с обычной черной нитью, белая мне не очень зашла. Есть некоторые особенности, на которые хотел бы обратить внимание, при сборке кошелька. Значит, при работе данными пробойниками есть у них направление шва. Это надо учитывать. Если вы идете против направления шва, то есть ложите нитку не слева направо, к примеру, а справа налево, то ваша нить не ложится в отверстие. И шов выглядит корявенький. Еще одна особенность, которую я заметил для себя. Шить надо, допустим, с изнаночной стороны начинать и вытягивать нить на лицевую. Все время начинаем втыкать и иголку в изделие, с изнаночной стороны вытаскиваем с лицевой. Также есть одна особенность, сейчас вы это увидите на видео, что при прошивании нить, помимо того, что мы с изнаночной стороны начинаем шить и вытягиваем иголку, подтягивать нить тоже надо постоянно в одном и том же направлении. Желательно нить подтягивать по ходу наших отверстий. То есть, если у нас отверстие ромбовидное, то и нить надо тянуть в эту сторону. Но на видео сейчас я дальше покажу, как я это делаю. Я не говорю, что я специалист или какой-то профессионал, я только учусь и делюсь с вами своими наблюдениями. Итак, давай начнем. Продолжение следует... Итак, кое-что успел я уже собрать, значит, пришил декоративные элементы. Выглядят они вот так, с одной стороны, с другой стороны. Покрасил и вот думаю, есть вот такой вот вариант. Чисто, без ничего. А есть с декоративными элементами. Ну, скорее всего, поставлю его, попробую. Посмотрю, как будет смотреться. Ну и предварительную сборку сделал кошелька. То есть, у нас раз отдел под картой. Два, три, четыре, пять. Здесь я делал под мелочь, но он еще не собран, не пришит. Вот. И, соответственно, кошелек собран пока только на клей. С этой стороны ничего нету. Здесь будет отдел у нас под купюры. Вот так он будет выглядеть раз, два. И надо будет его собрать. И прошить. Осталось. Дело за малым, да, как всегда. То есть, собираться он уже собирается на наши заклепки. Таким вот образом собранном виде. Но сюда еще добавится отдел под купюры. Вот будет выглядеть примерно следующим образом. Я думаю, будет неплохо. Раскрываться будет вот так вот. И здесь будет уходить купюры. Но это попозже покажу, как соберу. Сейчас наше дело правильно разметить, приклеить, чтобы наши две заготовки относительно друг друга не съезжали. И прошить сначала одну сторону, потом другую. Шью все-таки черными нитками, так как они не перетягивают на себя внимание. Пробовал белыми, значит, акцент смещается. Глаз не успевает фокусироваться между тремя цветами. Черным, коричневым и белым. То есть, белый на себя сильно внимание перетягивает. Если был бы у нас кошелек, примером, одноцветный, монотонный, например, как вот эта, да, то нитка белая бы здесь очень неплохо бы контрастировала. И было бы хорошо. Возможно, вот у этого кошелька поменяем вот эту часть. Сделаю тогда ее вот таким вот образом. Я думаю, тоже будет смотреться неплохо. А сейчас размечаю и прошиваю так же ниткой черной. Как прошью, покажу. Итак, что получилось? Получилась следующая конструкция. Значит, внешний выглядит, внутри вернее, кошелек выглядит следующим образом. Все теперь прошито. Отдел под мелочь. Пожалуйста. Достаточно вместительный. Для мужского кошелька он придет. А лицевая часть выглядит вот так вот. Собирается легко. И, соответственно, еще у нас есть отдел под купюры. Покажу, как все это сейчас заполнится. Сначала ставим купюры туда. Легко как вставляются и вынимаются. Помещаются легко. Он легко закрывается. Ничего не торчит, не топорщится. Ничего не видно. И легко достаются. Пожалуйста. Можно даже посмотреть, что у нас есть в наличии. Ничего не мешает. Удобно пользоваться. Это раз. Купюры легко доставать. Дальше. Карточки. Должно выйти у нас 5 карт. У меня столько нет в наличии. Покажу, как все это дело входит. Дальше. Тоже днс. Там вот есть шовчик образовался. И он поэтому не дает не совсем входить. Ну, в общем, карта не до конца туда провалится. Не мешает доставать из следующей карты. И все входит. Здесь 3. Здесь можно запихать 2. Вот такая вот визиточка есть. Одна вот сюда вот войдет. Прячется. Свободно. Другая вот сюда. Тоже шовчик-то такой торчит. В принципе, насчет мелочи. Да, ну, мелочь сейчас продемонстрировать не могу. Мелочи с собой просто нет. Но я думаю, тоже будет понятно, что ее легко будет доставать. Все она будет на виду при желании. И быстро и удобно к ней будет доступ. В общем, в собранном положении кошелек выглядит таким вот образом. Я думаю, неплохо. Достаточно компактный, вместительный, оригинальный получился. Это, на мой взгляд, свое мнение вы напишите потом в комментариях. Нравится, не нравится? Ссылку на данную выкройку оставлю тоже под видео. Будет доступно, наверное, в двух вариантах. Первый это будет в формате PDF для тех, кто хочет собрать подобный кошелек. А для тех, кто хочет делать такие кошельки тоннами, оставлю выкройку в формате DXF. Это для того, чтобы можно было изготовить штанц-форму. Что такое штанц-форма для тех, кто не совсем посвящен в это дело? Штанц-форма представляет из себя следующую конструкцию. Это у нас лист фанеры, где-то примерно 20 мм толщиной. Это штанп производителя, там, где я заказывал. Это сейчас не реклама, хотя ребята делают очень хорошие вещи, качественные. По крайней мере, я собирал по их штанц-формам кошелек. Вот этот вот. Если будет интересно, напишите мне об этом в комментариях, и мы его как-нибудь с вами соберем. Вот такую вот модельку. Здесь также отдел под мелочь полноценный. Здесь три карты, три карты. Здесь отдел под паспорт. Сюда входит легко и при этом не мнется. Здесь из ТС-ПТС. Вот. Здесь отдел под купюру. Данную конструкцию я делал на хлястике. Оригинально мне показалось данный вид. Но в дальнейшем будем, наверное, мы с вами уже собирать чуть попозже эту конструкцию уже на кнопках. Кнопка будет расположена где-то вот в этом месте приблизительно. Одна или две, посмотрим. Если две, то вот так, соответственно. Если одна, то где-то в этом месте. И будет все раз, закрываться и собираться. Это и под документы входит сюда и паспорт, и водительское удостоверение, и ПТС, и СТС, пенсионная. А это, конечно, уже более компактная модель. Здесь только под деньги и под карты. В общем, вот такой вот получился кошелек. Я думаю, модель получилась очень интересной. Напишите свое мнение в комментариях. Я желаю всем удачи. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.